Отлично, хорошо, замечательно, есть новички, я так думаю, что больше, чем поставили цифру 1, потому что смотрю, что очень много людей, тех, которых мы не знаем, хорошо, коллеги, как настроение вообще? Сегодня понедельник, завтра 1 сентября, все уже подготовили деток в школу и я думаю, что с приходом осени у многих стоит вопрос, все уже отдохнули, все уже привели себя в порядок, все свои планы, все мечты за лето осуществили. И стоит вопрос осенью более глобально, как же дальше себя развивать и каким образом зарабатывать, либо каким образом улучшить финансовое состояние своей семьи, стоит этот вопрос каждую осень намного острее, чем обычно летом. Почему? Потому что летом люди отдыхают, как-то переключаются, да, кто-то уходит с работы, кто-то что-то новое ищет, вот всегда идет какая-то смена, да, так как лето смеяет, лето закончилось, пришла осень и люди начинают задумываться более, да, ну вот какой-то такой стереотип сложился. И мне очень интересно, поставьте, напишите, пожалуйста, в чат, какие у вас ожидания той работы, на которую вы пришли к нам сюда в проект «Экспресс-карьера», какие ваши ожидания, для чего вы сюда пришли, что вы хотите. Нет, Юля, вы еще ничего не пропустили, мы только в самом начале, я хочу немножко разбудить аудиторию, чтобы не просто слушали, сидели, смотрели картинку, да, но и активно поучаствовали. Так, денег, пассивный доход, заработать, отлично, то есть успехи, зарабатывать, свободу, новые возможности, достаток, угу, хорошо, это понятное дело, что в принципе с таким же самым желанием мы приходим на обычную, даже нашу самую простую работу. Мы тоже приходим зарабатывать, мы тоже приходим улучшить свою жизнь и жизнь своей семьи, мы тоже приходим, да, там, за деньгами. Но я не видела конкретно, конкретно, вот для чего вы пришли, вот зарабатывать, как вы поймете, что вы уже зарабатываете, какая сумма для вас является той суммой, которую вы хотите, ради чего вы приходите, да. То есть, понятное дело, потому что, ну, как бы стать финансово свободным, либо свобода, как вы поймете, что вы уже свободны? Потому что я всегда говорю, что люди, которые не имеют определенное место жительства, которое называется бомжи, они тоже финансово свободны, потому что они никому ничего не должны. Вот, поэтому ваши цели, когда вы приходите в проект какой-либо, да, либо на любую работу, у вас же есть четкая цель, какую сумму вы хотите зарабатывать, какую сумму вы хотите от работодателя, да. Что более четкие, вот, например, кто-то хочет купить новую машину, да, далее улучшить жилищные условия. Это более реальная цель, для чего человек приходит в проект или вообще для чего человек начинает какую-либо деятельность. То есть, за любым действием стоит, конечно же, цель, которую вы хотите достичь. И вот сейчас мы с вами будем говорить о том, каким образом мы с вами можем достигать этих целей и какие у нас с вами есть возможности вообще, да, к достижению этих целей. Начнем сначала. Давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Проценко Светлана, я золотой директор проекта «Экспресс-карьера». Планирую осенью открыть звание сапфирового директора. И что такое звание золотой директор, что такое звание сапфирового директор. Эти все звания вы можете увидеть у нас на сайте, на сайте в своей стране, открыв маркетинг-план компании. Открыв маркетинг-план компании и посмотрев и разобравшись, какие же возможности дает компания Reflame. И как мы эти возможности зарабатываем вместе с компанией, работая только лишь в интернете. Я реальный человек, работаю в проекте уже два с половиной года. В принципе, можно было бы звание золотого директора открыть и раньше, и закрыть и раньше. И немножко, скажем так, по времени я работаю, можно было бы быстрее двигаться. Вот есть люди, которые приходят в наш проект и за очень короткие сроки достигают определенных званий, определенных уровней. И все это зависит лишь от того, как человек настроен и что он делает для того, чтобы дойти к этой цели. Почему? Потому что на самом деле в нашем проекте над вами не будет ни начальников, ни людей, которые будут управлять вами, ни людей, которые будут заставлять вас что-либо делать. В нашем проекте вы сами себе будете начальником и сами себе будете тем человеком, который мотивирует вас к той цели, которую вы сами себе ставите. Вот от этого лишь зависит то время, за которое вы достигнете ту цель, которую вы себе ставите. Еще раз, я реальный человек, работаю в проекте два с половиной года. Хочу показать, что реально доходы в проекте есть и доходы в компании есть. И компания на сегодняшний день платит очень хорошие деньги. Я думаю, что, вот я показываю, не знаю, видно вам или нет, я могу немножко увеличить на слайде. Это скриншот моего клиент-банка. Я обслуживаюсь с райфайзенбанком Али в городе Киеве, там же, где и проживаю. И, в принципе, вот показан мой доход за последнее время. То есть, что здесь можно увидеть? Здесь вы можете увидеть, что заработная плата нам начисляется, ну, доход, да, каждые три недели. То есть, один раз в три недели мы получаем зарплату к себе на расчетный счет. Мы все являемся индивидуальными предпринимателями и сами за себя платим с этого дохода пенсионный фонд. То есть, кроме того, что мы работаем официально, получаем деньги официально, мы еще официально создаем себе вот эту вот пенсию, ради которой люди работают где-то на наемной работе. То есть, заработная плата на сегодняшний день, если вы видите, да, в компании, на порядок выше, чем заработная плата других компаний. То есть, если средняя зарплата у нас по Киеву составляет 7 тысяч гривен, то моя заработная плата на сегодняшний день один раз в три недели составляет порядка 25-38 тысяч гривен в месяц. Ну, немножко колеблется в зависимости от того, какой товароборот и какой месяц. Но в среднем минимальная зарплата, да, в районе 25 тысяч гривен в среднем она держится. То есть, все реально, проект реальный, люди реальные работают в проекте и деньги в проекте реальные. Кому это интересно и кому это важно, еще раз там. И хочу познакомить вас немножко с проектом. В 2013 году в Киеве на банкете директоров, вот от нашей команды, в Украине было порядка 10 человек, да, и в России 3 человека, которые присутствовали на банкете директоров и получали вот такие вознаграждения, которые вы видите, да, на фотографиях. Это чеки, это премии, которые дает компания. Они начинаются от 100 долларов и выше. То есть, 100 долларов – это самая минимальная премия, которую можно получить в компании. По программе «Энергия роста». На сегодняшний день такая программа уже не работает, поэтому в каждой стране есть разные программы. Это вы все будете изучать по ходу работы с компанией, да, вы будете в каждой своей стране изучать те программы, которые работают в вашей личной стране, да. Но такие более глобальные премии, которые вот начисляются, у нас идут уже от 1000 долларов и выше. И на этой фотографии вы видите, что есть люди, которые держат в руках чек 1000 долларов, есть люди, которые держат в руках чек 3000 долларов, а есть вот основатель проекта Анна Черна – чек 4000 долларов. Вот это был первый наш такой банкет директоров, на который было уже много наших коллег. И мы считали, что мы стремительно развиваемся, быстро очень растем, людей у нас становится все больше и больше. И думали, что ничего себе, мы достигли предела совершенства, да. Вот это был 2013 год. Ровно через год, в 2014 году на банкете директоров, от нашей команды уже было на порядок больше людей, и как в Украине, как в России, так и в Белоруссии, и в Казахстане. То есть уже в четырех странах от нас было порядка там от 10 до 30 человек. Это говорит о том, что проект востребован, людей становится больше, люди растут, люди достигают результатов, люди зарабатывают хорошие деньги, потому что вы можете видеть, что чеки, опять же, чеки – это премии, которые вручаются за достижение званий. На этой фотографии уже немножко другие, да, есть и 8000 долларов, есть и 2000 долларов, есть и 6000 долларов. Это такие вот чеки, нам такие деньги реально, такие премии платит компания за достижение тех условий, тех уровней, которые перед нами ставит компания. То есть это был 2014 год. Ровно через год, в 2015 году, я хочу вам показать фотографию, что уже как в России, так и в Украине на одном слайде, на одной, да, за один раз вся команда уже не помещалась в объективе. Поэтому было уже очень много людей, со стороны Украины была еще и мужская команда, то есть отдельно не только женщины. Если кто-то думает, что в нашем проекте работают только женщины, то я хочу вам сказать, что в нашем проекте очень большая уже команда, мужская команда. И в этом году тоже их было очень много, мужчины стремительно растут в нашем проекте и тоже достигают очень хороших и больших результатов. Поэтому если вы думаете, что наш проект только для женщин, я вам хочу сказать, что нет, вообще в компании Reflame, как ни удивительно, да, очень быстро успеха достигают мужчины. Вот, ну, соответственно, женщины тоже. Но здесь нету такого разделения, да, что этот проект только лишь для женщин, потому что это Reflame, либо потому что это косметическая компания. Нет, я хочу вам сказать, что здесь нету разделения, не важно, чем занимается компания, да, важно то, что успеха достигают как мужчины, так и женщины. И вот в 2015 году на банкете директоров как со стороны России, так и со стороны Украины уже было очень много людей. И если сравнить с 2013 годом, когда мы думали, что мы уже достигли предела совершенства, то я могу вам сказать, что даже смотря на фотографии 2015 года, я четко знаю, что в следующем году на таких фотографиях уже будет не один слайд, уже будет несколько слайдов, потому что на таких фотографиях будет очень много людей, которые действительно вовремя осознали, да, возможности этого проекта, вовремя дали себе возможность поработать в этом проекте, да, не просто так начать и уйти, и будут достигать результата. И я думаю, что в 2016 году, вот, я хочу, чтобы, когда вы будете себе ставить планы и цели, да, вы же ставите себе цели. Кто-то ставит финансовые цели, кто-то ставит финансовые планы, кто-то нематериальные планы, да, запланируйте себе, чтобы на вот таком слайде в 2016 году стояла ваша фотография. Я думаю, что это будет за год самое большое достижение, которое вы сделаете. Я именно обращаюсь к тем новичкам, которые только-только начали работать в нашем проекте, только вот буквально сегодня посещают первый вебинар, у вас есть возможность в 2016 году уже попасть на банкет директоров и получить свою первую премию в 1000 долларов, свой первый чек. Поэтому все реально, не опускайте руки и, в принципе, все зависит только от вас. И хочу с вами сейчас, да, рассмотреть те варианты, каким же образом, да, вот люди приходят в проект зарабатывать деньги. Кто-то написал, кто-то хочет для семьи, кто-то для себя, кто-то там в 5000 долларов, да, были такие там пожелания, 5000 долларов, да, все реально. Только давайте разберем сейчас, да, какие возможности, каким же образом мы с вами можем зарабатывать себе деньги, да, то есть финансовую свободу, для которой вы сюда приходите в проект, либо на работу мы идем, да, для того, чтобы зарабатывать, обеспечить себе там, да, кто-то обеспечить, кто-то написал построить дом, кто-то машину, кто-то 5000 долларов, кто-то помочь семье, кто-то помочь детям, да, и существует несколько вариантов зарабатывания денег. И мы сейчас с вами их разберем. Я думаю, что первый вариант, как можно заработать деньги, да, это работать на работе. Ходить на государственную работу, либо еще, либо работать в коммерческом, в коммерческой компании какой-либо, да, и работать на кого-то. Напишите, пожалуйста, в чат. Все знакомы с таким видом работы, как работать просто на работе на какую-либо компанию? Я думаю, что все знакомы, я думаю, что все не один раз себя продавали работодателям, да, не один раз, а много раз. И я думаю, что ограничения, которые дает простая работа, вам известны. Но хочу еще раз вам показать, да, какие же плюсы, какие же минусы есть в простой работе. Я хочу вам сказать, что 80% людей живут, в принципе, по жизни, идут по одной жизненной программе. Программа называется 40-40-40. О чем она говорит? Она говорит о том, что 40 лет стажа, то есть для того, чтобы выйти на вот этот вот пассивный доход, пенсия, о которой, да, многие говорят, что, да, поработал и ушел на пенсию, необходимо 40 лет стажа. Человек работает в среднем 40 часов в неделю. И потом в результате всего, в результате своей работы получает всего лишь навсего 40% пенсии от прожиточного уровня той страны, в которой вы живете. То есть, да, в каждой стране есть свой прожиточный минимум. И вот человек получает, ну, прожиточный минимум не тот, который нам государство назначает, да, а реальный прожиточный минимум. Но реально человек получает всего лишь пенсию, да, в размере 40% от прожиточного, от минимального прожиточного уровня. То есть, вот такая программа 40-40-40, она, я считаю, она опасна для человека вообще, да. Почему? Потому что жизнь проходит, и в 60 лет человек осознает, что, в принципе, жить ему не на что, да. То есть, он свою жизнь, он свои силы, свою энергию, свои лучшие годы вложил, инвестировал туда, что ему, в принципе, уже ничем не вернется, да. То есть, вот посмотрите, 40-40-40. Я думаю, что многие с этим знакомы, и многие это проходят. И вот я сейчас наблюдаю за студентами, да, я думаю, что у нас тоже есть студенты, вот, которые преследуют цель какую-то, да. Да, ходят, получают высшее образование, да, 5 лет, 5 лет для того, чтобы получить вот этот вот диплом, получить диплом, печалька. Как я называю, почему? Потому что 5 лет сидеть на сегодняшний день, если раньше, ну, это уже стереотип. Моя точка зрения, что сидеть 5 лет и обучаться, это уже стереотип. Почему? Потому что, если раньше это было, да, престижно, мы ходили в вузы, мы 5 лет обучались, мы получали дипломы, мы думали, что мы выйдем с этой корочкой и будем иметь ровно те деньги, которые мы хотим, ровно ту жизнь, которую мы хотим, да. Вот кто-то помнит себя молодые студенческие годы? Напишите, пожалуйста, да, какие у вас были ожидания. Каждый студент хотел что, да, выйти, получить образование и получить высокооплачиваемую работу. Интересно, вот, да, как вы считаете, высокооплачиваемая работа, это сколько? Вот сколько для вас, это в цифрах, напишите, в валюте своей страны, высокооплачиваемая работа, сколько это денег? Посмотрите, да, то есть получается, что 5 лет человек ходит, обучается, тратить время, да, можно, в принципе, получать сейчас обучение и заочно, и по-другому, 500 тысяч рублей, да. Да, высокооплачиваемая работа, 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, более 100 тысяч рублей. А вот скажите, пожалуйста, вот эту 500 тысяч рублей или 200 тысяч рублей или 100 тысяч рублей вы получили сразу, когда пришли после высшего учебного заведения к своему работодателю? Есть ли шансы у студента получать сразу 500 тысяч рублей, либо 100 тысяч рублей? Нет. У студента шансов получать 500 тысяч рублей, либо 100 тысяч рублей, совершенно нету никаких. Даже 100 тысяч рублей, не берем 500. 5 тысяч, 10 тысяч гривен, но 10 тысяч гривен студент тоже не будет получать. Я еще раз хочу вам сказать, на Украине, в Украине на сегодняшний день средняя заработная плата 7 тысяч гривен. Бухгалтер в моей компании получает 10 тысяч гривен, главный бухгалтер. То есть у меня еще есть бизнес, который я веду на Украине уже 15 лет. И вот зарплата главного бухгалтера в моей компании 15 тысяч гривен, 10 тысяч гривен в месяц. Все. То есть это предел, это человек, это моя правая рука. Он работает 48 часов в сутки. Он работает даже тогда, когда я ему звоню, могу ночью позвонить, у меня куча вопросов или еще что-то. То есть понимаете, да? И понятное дело, что я человек, обрала себе с опытом работы. Но такие зарплаты диктует рынок, такие зарплаты диктует экономика, такие зарплаты диктует прибыльность бизнеса, скажем так. Поэтому шансов у студента получать сразу 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей, это на сегодняшний день, я не знаю сколько, ну если брать старый курс, это 2 тысячи долларов, 2-3. На сегодняшний день это уже меньше. Да, но все равно 100 тысяч рублей на сегодняшний день шансов у студентов нет. Почему? Потому что везде требуется опыт. Ни один работодатель не скажет, давайте я вас обучу для того, чтобы платить вам 100 тысяч рублей. Согласны со мной, да? Ни один работодатель не будет еще дополнительно обучать человека, чтобы платить ему больше. Он сразу себе на 100 тысяч рублей возьмет готового специалиста, у которого есть определенный опыт. Поэтому еще требуется человеку, который получил высшее образование, требуется какое-то время, еще лет 5, в среднем лет 5, для того, чтобы получить вот этот опыт, зарекомендовать себя как специалист, получить, наработать навык. И вот в среднем 10 лет уходит на то, чтобы более-менее выйти на этих 100 тысяч рублей. Кстати, я вам хотела спросить, вот я вам показывала свою зарплату, 25 тысяч гривен. В среднем это 100 тысяч рублей. К ней я пришла ровно за 2 года. Поэтому смотрите, какая разница. Кто-то 10 лет идет к 100 тысячам рублей, а кто-то за 2 года, в принципе, приходит к той же самой зарплате. Кто-то 10 лет своей жизни списывает, а кто-то за год, кто-то за 2 года достигает таких вот результатов. Все зависит только от человека, от его, скажем так, мышления. Поэтому будем еще дальше это обсуждать. Поэтому я считаю, что вот первый вариант, он на самом деле опасен, если у человека есть мечты, если у человека есть реальные амбиции, чего-то достичь в жизни, что-то изменить и жить не так, как живут все другие люди. Теперь давайте перейдем в второй вариант. Второй вариант. То есть первый вариант мы с вами рассмотрели. Это работа на государство, либо работа на какую-либо коммерческую структуру. Мы это называем работа на дядю. По найму, да? А, еще я хотела, знаете, что у вас спросить? Вот смотрите, работая по найму на работодателя, на самом деле, имеете ли вы свободу? Свободу. Свободу. Имеет ли человек свободу, работая по найму на кого-то? Нет, никогда. Смотрите, можете ли вы сами себе назначить зарплату? Придя к работодателю, можете ли вы сами сказать, я буду у вас заместителем главного бухгалтера и буду получать зарплату 100 тысяч рублей? Да, можете себе так сделать? Не можете так сделать. Скажите, пожалуйста, вы будете решать, сколько часов в день вам работать? Решает человек, который устраивается на работу, сколько он будет работать часов? Или работодатель? Как вы считаете? Нет. Хорошо. А вы будете решать, когда у вас отпуск? Вы будете решать, когда у вас отпуск? Или будет работодатель решать, когда у вас отпуск? Работодатель. Согласна. Вот смотрите, кто-то считает, что он получит высшее образование и перед ним открыты все двери. Но на самом деле человек выходит и получается 5 лет учится для того, чтобы никогда не получить то, ради чего он учится. Ну, никогда сходу он не получит то, ради чего он учится и то, о чем он мечтает, и то, чего он хочет. Потому что сам себе зарплату он не назначит. Сам решать за себя он не будет, сколько часов в день ему работать, сколько недель ему работать. Он сам не будет решать, когда у него отпуск. Он не будет даже решать, где ему отдыхать. Потому что та заработная плата, которая будет ему начисляться, будет уже решать за него, где ему отдыхать. Потому что будет ограничивать его выбор, где же человеку отдыхать. Поэтому идем дальше. Я еще раз хочу показать, да, вот работа по найму, работа по найму в среднем в Украине. Я взяла вот такое, сделала вакансии от 1 августа этого года. Вот специалист-снабженец получает у нас 4 тысячи гривен. Человек, который является специалистом по снабжению на предприятии, предлагает зарплату 4 тысячи гривен. Поэтому, чтобы вы понимали, да, какой уровень зарплаты вообще существует, в России вы можете, кто не знает, да, кто немножко летает в облаках, я рекомендую иногда просматривать вот такие сайты о работе, для того, чтобы ориентироваться, да, какие же перспективы есть вообще. В России есть сайт HeadHunter, самый ключевой, на котором можно посмотреть статистику, да, просмотреть статистику, какая средняя зарплата на рынке на сегодняшний день, да, и соизмерить. Вы соответствуете, и ваши личности соответствуют тому, что может дать вам работодатель. Но я, насколько я понимаю, как для меня, да, то, что есть на рынке труда, для меня, конечно же, не соответствует тем ожиданиям, которые бы хотела я. Поэтому вот такая средняя зарплата специально вам показывала, чтобы вы ориентировались, да. И на самом деле, что же такое слово работа, да, слово работа подразумевает в себе есть такой корень раб, да. И если разобрать, что когда-то в древнее время, да, что раб имел за свои труды, да, помните, что давали рабам? Давали еду, одежду, кровь, да. На сегодняшний день, если так вот, да, инстраполировать время и посмотреть на сегодняшний день, что сегодня имеют люди, которые работают на кого-то. Они имеют зарплату ровно в том объеме, который позволяет им оплатить себе за квартиру, квартплату, да, за одежду и за питание. Ну, у некоторых еще остается что-то на отдых. Но в большей части люди, которые работают по найму, они никогда не живут в плюс. То есть они в основном живут либо в минус, это кредиты, либо в ноль. В ноль это от зарплаты до зарплаты. Я думаю, что это многим известно, когда человек живет от зарплаты до зарплаты. Вот мы рассмотрели с вами работу по найму. Еще у нас есть такой вариант, да, такой вариант быть мастером-мастером как-либо, да, мастером своего дела, да. То есть это люди, которые самостоятельно что-то предпринимают. Они еще не бизнесмены, они еще не предприниматели, но, например, такие какие-то там, они дополнительно еще подрабатывают. То есть, да, например, частные преподаватели, вот есть учитель в школе, да, он зарабатывает зарплату. Он может еще быть частным преподавателем, да, либо человек, у которого есть, скажем так, творческое начало, и у которого есть возможность шить красивые вещи, да, он может подрабатывать швеей. Либо мастер какой-то там, мастер по строительству, либо фермеры, да, у нас очень рады сейчас фермеры, люди, которые выращивают свое сельское хозяйство, да, то есть они тоже этим, и ходят еще на работу, да, они тоже тем самым подрабатывают. Да, денег тут, конечно, у человека больше, но на самом деле, как и в первом случае, здесь у человека идет только активный вид дохода. Я думаю, что вы отличаете, да, что такое активный вид дохода и что такое пассивный вид дохода. Если кто-то знает, да, напишите, пожалуйста, как вы считаете, чем же активный вид дохода отличается от пассивного вида дохода? Потому что многие, которые писали сегодня утром, для чего они пришли, это пассивный доход. Но я думаю, что многие люди не осознают, что такое пассивный доход, потому что пассивный доход необходимо тоже создать. И пассивный доход, ну просто так, ну вот, с неба он не падает. Пассивный доход состоит тоже из определенных составляющих, да. То есть, в принципе, люди, которые начинают самостоятельно что-то предпринимать, денег зарабатывают немного больше, немного больше, но, но, свободы у них нету. Свободы у них нету. У них есть такое состояние, да, как только они работают, деньги получают. Если не работают, денег нету. То же самое, когда вы ходите на работу от работодателя, да. То есть, вы ходите на работу, зарплата есть. Не ходите на работу, зарплата нету. То же самое здесь. Делают они, вот мастерят, что-то делают, создают, деньги есть. Не создают ничего, денег нету, да. То есть, получается так, что пока работает человек, идут начисления денег. Но на самом деле, свободное время, что в первом, что во втором варианте, полностью отсутствует свободное время у человека. Вот, и я рекомендую вам, на самом деле, посчитать, сколько стоит час вашей жизни. Вот возьмите вот на сегодняшний день вот эту сумму денег, которую вы получаете. Разделите в среднем на, ну, на 40 часов. Потому что в среднем в неделю мы с вами работаем 40 часов. Вот 40 часов в неделю, да, мы работаем. Разделите на 40 часов в неделю, да. Вот у вас получится, даже вам надо разделить на 4, а потом на 40 часов. И у вас получится стоимость вашей жизни. То есть, я всем рекомендую вот ту сумму денег, которую вы сегодня получаете, делить на 40, и, ну, не день, а даже час вашей жизни. И понять для себя, сколько стоит час вашей жизни, или сколько стоит день вашей жизни, да. И сколько, и сколько в день, да, сколько же денег в день вам необходимо для того, чтобы обеспечить себе ту жизнь, которую вы хотите, да, то есть 200-250 рублей. Но это еще ничего, потому что вы на предыдущем вебинаре писали 50 рублей и 20 рублей, и еще меньше, да. То есть, поэтому для себя вы должны понимать, ага, 15 гривен в час. Вообще очень мало. То есть, если вас это устраивает, да, если это хватает для того, чтобы, например, 200 рублей в день, ну, мне 200 рублей в день, например, не хватает, да. Поэтому вы для себя должны уже понимать, как просчитать свой час или свой день жизни, да, для того, чтобы дальше уже принимать решение, как развиваться в этой жизни и куда двигаться в этой жизни. То есть, что в первом случае работа по найму, что в второй случае. Да, во втором случае деньги есть у человека, но времени у человека свободного на себя нету. То есть, почему? Потому что человек постоянно вынужден обеспечивать себе финансовый поток. И третий вид, третий вид, каким образом можно обеспечить себе финансовый поток, это стать бизнесменом, стать предпринимателем. В принципе, работая с компанией Reflame, мы становимся индивидуальными предпринимателями. То есть, мы считаемся своего рода также бизнесменами, да. Почему? Потому что у нас открыто свое ИП, и мы работаем не на компанию, мы работаем вместе с компанией в партнерстве. И давайте рассмотрим, каким же образом, да, бизнесмены, предприниматели зарабатывают в бизнесе. Существует несколько видов бизнеса. Первый вид бизнеса, классический вид бизнеса, первый вид, да, классика, когда необходимо два элемента. Необходима хорошая идея и необходимы деньги. Чтобы начать любой бизнес, всегда, любой бизнес, который будет приносить вам деньги, всегда необходима идея, которая будет вас отличать от других, да. И необходимы деньги первоначальные для того, чтобы эту идею воплотить в жизнь. Без денег вы эту идею не воплотите. Но в любом случае, вам все равно нужно будет платить либо аренду, налоги, зарплаты, вкладывать в товар, да, в закупки. То есть, расходы в бизнесе всегда существуют. Поэтому для того, чтобы заниматься классическим бизнесом, нужно иметь две составляющих. Нужно иметь отличную идею, которая четко понимает, когда она отобьет те средства, которые вы инвестируете, и иметь именно те средства, которые вы будете инвестировать. Второй вид бизнеса, франчайзинг. Я думаю, что многим это известно на сегодняшний день понятие, да. Франчайзинг. Франчайзинг, да. Смотрите, Макдональдс. Макдональдс – это тоже вид бизнеса, который вы можете купить по франчайзингу. Или, например, сеть пиццерии Унмомента, или сеть пиццерии Челентана, или сеть, там, я не знаю, спортмастер, магазины спортмастер, знают все, да. Так я хочу вам сказать, что спортмастер, магазины спортмастер работают по франчайзингу. Что это такое? Это есть готовая идея, есть готовый просчитанный бизнес-план, есть маркетинговый план. От вас требуется только много денег. Вы за вот эту большую сумму денег покупаете себе готовую идею бизнеса с готовыми просчетами, с готовыми полностью бизнес-планами, с рекомендациями, с технологиями ведения бизнеса. То есть идея уже здесь вам не нужна, а вам необходимо только иметь те деньги, за которые вы купите вот такой вот себе бизнес. Начнем с того, что вот такие все бизнесы франчайзинговые, которые приносят как минимум от 1000 долларов в месяц и выше, требуют хороших инвестиций, которые начинаются от 50 тысяч долларов и выше. Поэтому я не знаю, для кого-то может быть это и вариант, да. Но есть еще третий вид бизнеса, называется MLM-системы. И MLM-системы многие путают с пирамидами. MLM-системы отличаются от систем пирамидальных тем, что имеют в себе товарооборот. Например, пирамида строится только лишь за счет того, что люди вкладывают и инвестируют свои деньги. MLM-система – это предоставление людям, конечным потребителям товаров. И я прошу вас не путать, если у кого-то еще в голове нету, да, вот такое понятие, чем же MLM отличается от пирамиды. Есть такой прекрасный помощник, как Google. Пишите MLM, чем MLM отличается от пирамиды и садитесь и читайте. Потому что на самом деле это очень важно, если у вас будет понимание этого бизнеса, тогда и результат у вас будет. Если не будет понимания этого бизнеса, к результату идти намного сложнее. Поэтому третий вид бизнеса – это MLM-системы. Что же такое MLM-системы? MLM-системы, в принципе, здесь есть готовая идея, все готовое и есть вложения. Вложения идут, но не более 20 долларов. И что же это вложение? Что же это за вложение не более 20 долларов? Я дальше вам покажу, что это за вложение. Это вложение, которое, в принципе, можно и не делать. Это вложение, которое, в принципе, можно и не делать, но правило нашего проекта, что все мы являемся потребителями той продукции, которую производит наша компания. Единственное, что необходимо вкладывать в нашем проекте – это нужно вложить время, нужно вложить действие и настойчивость. Поэтому выбор за вами, что вы готовы вкладывать, кто что готов вкладывать. Кто-то готов вкладывать большие суммы денег, готовые идеи развивать франчайзинговый бизнес. Кто-то готов вкладывать деньги, плюс придумывать идеи и становиться классическим бизнесменом. Ну, я не знаю, я думаю, что в нашем с вами случае самый-самый оптимальный вариант стать финансово независимым человеком, да, вот в этой категории людей – это работая в третьем виде бизнеса – MLM-системы. И на сегодняшний день вот наша компания, она относится к MLM-компании. И, в принципе, выбор за вами, да, что вы готовы инвестировать. Вы готовы инвестировать, да, ну, каждый что-то готов инвестировать. Кто-то готов деньги, кто-то готов силы, кто-то готов трудиться, кто-то готов, я не знаю, идеи какие-то придумывать. Все зависит от человека, да, что он хочет. Но можно, я хочу раз еще вам сказать, что можно инвестировать 100 тысяч долларов и только через 5 лет получить свои первые там 1000 или 2000 долларов прибыль в месяц. Поэтому, потому что классический бизнес на самом деле очень быстро не отбивается. То есть те деньги, которые вы вкладываете, они так быстро не оборачиваются. Еще раз хочу вам сказать, да. Теперь давайте же разберем. Мы разбирали с вами, сколько стоит 1 час вашей жизни, 1 час вашей жизни при нормальной работе, да. Я так понимаю, при нормальной работе, потому что все здесь сидят люди, которые ходят просто на обычную работу. И вот кто-то пишет, что на дорогу уходит 1000 рублей, а 1000 рублей уходит на дорогу. Я тогда не понимаю, если 1000 рублей уходит на дорогу, а 200 рублей это ваша прибыль в день, вы стоите в день, тогда получается, что человек живет в основном в минус. Да, вот простая математика, простые цифры. И еще раз хочу вам показать, да, что наша стоимость, наша стоимость в нашем проекте, да, нас предпринимателей, то есть наш час стоит гораздо выше. Почему? Потому что вы можете взять, вот я вам показываю по Украине, бухгалтерскую справку, которую получают все наши партнеры. Такую справку вы будете получать тоже. Каждый человек, который работает в нашем проекте, когда начинает получать доход, получает к себе на электронную почту от компании, неважно в какой стране вы живете, это Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Литва, Латвия, неважно, да, хоть Китай. Всем приходит вот такая бухгалтерская справка, где четко озвучено, какая сумма денег ему начислена за последние 3 недели. То есть, обратите еще раз внимание, я вам показывала, что у нас в среднем работодатели в Украине платят, я показывала, специалистам жениц 4 тысячи гривен, и вот бухгалтерская справка нашего коллеги на уровне директора 27 517 гривен. Я думаю, что отличается, да, то время, которое человек здесь тратит, те действия, которые человек здесь делает, да, и тот доход, который он получает от того дохода, который он получал бы на простой работе, да. То есть, как минимум, на аж на целых 23 тысячи гривен человек получает больше в нашем проекте, при том всем, что на эту зарплату человек вышел ровно за год. А на простой работе через год работы ваша зарплата ведь не увеличивается, правда? На любой работе, где вы ходите, что за год, что за два года, что за три года, никогда не происходит индексации заработных плат, хотя она должна происходить, но она не происходит. Если вы ничего не видите, я могу сделать крупнее, но если вы не видите, выйдите из вебинарной комнаты и перезайдите заново. Попробуйте зайти из другого браузера. Так, идем дальше. Хочу показать вам не только Украину, хочу показать вам, коллеги, напишите, пожалуйста, видно ли вам, да, хочу показать вам еще и Россию, наших коллег, которые получают доходы в России. Напишите, пожалуйста, видно ли вам слайд, хорошо ли вам видно цифры, именно цифры. Почему? Потому что вот я хочу вам показать здесь вот такую тонкую вещь, что такое активный доход и пассивный доход. Потому что на самом деле вот был вопрос, смотрите, да, что мы с вами обсуждаем. Когда человек ходит на работу и работает на кого-то и занимается предпринимательством, он получает только лишь активный доход, да. И на простой работе пассивный доход у нас начинается только лишь через 40 лет, когда мы заработали пенсию. Теперь давайте посмотрим вот нашу коллегу, да, ее российский доход, в России зарплата. Смотрите, здесь есть два дохода. Есть активный доход, активный доход за те действия, когда человек еще работает. То есть есть активный доход, человек активно работает и получает активный доход. И есть пассивный доход. Пассивный доход это то, что уже человеку платится пожизненно, даже если этот человек в нашем проекте перестает работать. Вот 4 года работы Наталья Желонина, в принципе, может уже не работать, ее доход все равно будет оставаться 97 тысяч рублей. Смотрите, за 4 года работы. А теперь сравним, 5 лет университета, либо 4 года работы в нашем проекте. Конечно, несравнимые вещи, потому что до сих пор работает стереотип, что человек получает высшее образование, диплом. Я согласна. Но теперь давайте сравните время, затраченное в ВУЗе, на получение тех технологий, которые сейчас, в принципе, уже, то, что преподают ВУЗы, очень далеко отстают от той реальности, которая, в принципе, востребована на рынке, на рынке труда. Не только на рынке труда, но в экономике, в бизнесе, везде. Смотрите, здесь есть и пассивный доход, и есть активный доход. Если сплюсовать 2 этих дохода, 97 тысяч рублей и 21 тысяч рублей активного дохода, то получится в среднем 120 тысяч рублей в среднем получится доход у человека, который работает 4 года в проекте. Все это в рублях. Я не знаю. Напишите, пожалуйста. Вот такая зарплата в размере 120 тысяч рублей. Вдохновляет ли кого-либо, пришедшего на этот вебинар? По Молдове есть у нас скрин зарплаты. Последняя зарплата у меня была в, не скажу, в сколько лей, но помню, что очень много лей. Больше, чем 1500-1700 лей. Я не могу сказать вам. Или 10 тысяч лей. По Молдове есть у нас Лора Бойко, девушка, которая в Молдове зарабатывает очень много денег. Есть Казахстан, есть Белоруссия. Просто если все скрины сюда вешать, на самом деле, вот такие скрины зарплат по вашей стране, вы можете попросить у вашего спонсора. Потому что есть у нас специальный файл, в котором собраны все виды доходов. Есть на что равняться. Вы можете посмотреть перспективы, сколько ваши коллеги зарабатывают уже в Казахстане. Есть зарплаты, какие зарабатывают в России. И на самом деле, вот те зарплаты, которые я вам сейчас показываю, которые платит нам компания, я вам показываю не самые большие зарплаты. Почему? Потому что вы скажете, что это нереально. Поэтому я вам показываю зарплаты такого среднего уровня. Не низкого, но среднего уровня, но не самого высокого уровня. Потому что если я вам покажу зарплату по России в 450 тысяч рублей раз в три недели, вы просто не поверите, либо в 750 тысяч рублей раз в три недели, вы тоже скажете, что, Светлана, это нереально. Поэтому я рекомендую вам обратиться к вашим спонсорам, то есть к людям, которые пригласили вас в проект, для того, чтобы попросить у них ссылочку и посмотреть, какие же зарплаты реально получают люди в наших проектах. И вы будете на самом деле очень приятно удивлены. Идем дальше. Третий вид работы мы с вами разобрали. Это стать бизнесменом-предпринимателем. Бизнесменом и предпринимателем, в принципе, в нашей компании мы являемся предпринимателями, являемся бизнесменами. Мы работаем не на компанию, мы работаем в партнерстве с нашей компанией. И четвертый вид бизнеса. Это инвестор. Это инвестор. Кто такой инвестор? Мы с вами понимаем, что инвесторы в основном создают себе пассивный доход. Что же такое пассивный доход? И что же такое инвестиции? Инвестор – это человек, который получает доход от инвестиций, причем получает их ежемесячно. При этом он активно уже не работает. Например, давайте разберем вид пассивного дохода. Если мы с вами купим 5 квартир, например, в городе Москва, и сдадим их в аренду по 20 тысяч рублей, то в среднем мы сможем получать в месяц 100 тысяч рублей. Я думаю, что в Москве дороже стоят квартиры, от 30 и выше. Берем вот такие средние цифры. Москва, Екатеринбург, например, какие-то такие города, Омск. Например, мы возьмем, купим с вами 5 квартир и сдадим их в аренду. Мы себе обеспечим 100 тысяч рублей. В принципе, мы можем сказать, что это тоже пассивный доход. 100 тысяч рублей, мы же не работаем, правильно? Мы просто их сдаем. Но для того, чтобы вот эти 100 тысяч рублей от аренды квартир получать, нам необходимо за что-то эти квартиры приобрести. То есть, понятное дело, что люди инвесторами становятся не сразу. Почему? Потому что для того, чтобы стать инвестором, необходимо заработать тот капитал, который вы сможете инвестировать и который будет дальше вам приносить тот пассивный доход, о котором же так все мечтают. В любом случае, для того, чтобы получать любой пассивный доход, необходимо что-то инвестировать. Либо деньги, либо свое время и свой труд. Ну, другого больше не дано. Я не знаю, есть ли у вас есть еще что-то, что вы можете инвестировать и получать пассивный доход. Но другого источника создания пассивного дохода я не вижу, кроме как деньги и ваше время и труд человека. Все. В любом случае, человек, который является инвестором, это уже свободный человек. Почему? Потому что он не работает с 9 до 6. Он, в принципе, ну вот, да, когда все писали, что они пришли сюда за финансовой свободой, вот на самом деле финансово свободными являются люди, которые относятся уже к инвесторам, да, которые получают пассивный доход. Человек, получающий пассивный доход, является свободным человеком, финансово свободным. Поэтому вы определитесь, каким бы вы образом из четырех вот этих видов, которые я вам сказала, хотели бы получать свой денежный поток. Первый вид – это работа на дядю, наемный труд. Второй вид – это, как я говорю, да, дополнительное мастерство, что-то создавая. Третий вид – это бизнесмен-предприниматель. И четвертый вид – инвестор. Светлана, если вы хотите стать сразу инвестором, то в любом случае вам необходимо с чего-то начать. И с четвертого вида, понятное дело, вы не начнете. Стать инвестором можно, начав только лишь с третьего вида работы, да, с третьего пункта, то есть, да, вернемся на шаг назад. Хочу, чтобы вы понимали, да, почему. Потому что все хотят получать пассивный доход, но никто не понимает, откуда он берется. Еще раз, да, пассивный доход можно лишь создать, вложив и инвестировав деньги, либо заработав эти деньги в собственном бизнесе, либо создав этот бизнес, да, но в любом случае, что первый вид бизнеса, что второй вид бизнеса, что третий вид бизнеса, да, необходимо чем-то жертвовать, что-то вкладывать. Либо вкладывать деньги, либо вкладывать свой труд и свое время. То есть, что вкладывать, что инвестировать в тот бизнес, который будет приносить вам деньги, который вы потом сможете превратить в пассивный доход, это уже зависит только лишь от вас, да. Но в любом случае, стартовать нужно именно с этой позиции, потому что здесь у вас уже и времени больше, и возможностей больше. Потому что первые два варианта, там и времени меньше, и возможностей меньше, но зато больше ограничений. Как вы считаете, чем человек богатый, отличается от небогатого человека? Ну, понятное дело, что мы не рассматриваем деньги, да. Вот чем богатый человек, отличается от небогатого человека? Напишите, пожалуйста, в чат. Да, на самом деле, богатый человек от небогатого отличается только лишь мышлением. Только лишь мышлением. Больше ничем. Больше другого не дано. Вот смотрите, да. С взглядом на мир, взглядом на возможности, с стереотипами своими. Вот смотрите. Кто-то сидит в сети, да, и кто-то сидит и тратит свое время, свою жизнь в социальной сети. Кто-то сидит, играет там в социальной сети, в какие-то игры или еще про что-то, да. То есть свое время, свою жизнь человек сливает. А кто-то сидит и смотрит. Так, как я могу из этих социальных сетей инвестировать свое время и получить прибыль? Что я могу полезного для себя сделать в этой социальной сети для того, чтобы заработать. Кто-то получает сообщение, когда слышит слово Reflame, говорит, фу, Reflame, нет, нет, нет. Почему? Потому что срабатывает стереотип у человека. А кто-то говорит, а как я могу заработать вместе с Reflame, если здесь есть такие возможности. Вот такое вот мышление, то есть человек, который богат, и у которого есть предпосылки стать богатым, он отличается, конечно же, мышлением от того человека, который никогда, в принципе, не станет богатым. Почему? Потому что богатые люди думают немножко другими категориями. Богатые люди и люди, у которых есть предпосылки, лидеры, стать богатыми, либо улучшить свое финансовое состояние, они мыслят, что я могу сделать для того, чтобы. А небогатые люди, у которых нет предпосылок, они говорят, я не могу, потому что. То есть они всегда ищут причину. А богатые и способные всегда ищут возможности. То есть запомните, мышление. Мышление – это то, что отличает, всегда отличает человека. Есть очень интересная книга Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения». Я рекомендую ее почитать. И кто не читал, это просто уникальная вещь. И он в этой книге написал, что вместо того, чтобы вкладывать 100% собственных усилий, можно взять по 1% от усилий 100 человек и получить тот же результат. То есть результат в обоих случаях будет на самом деле одинаковый. Но на самом деле первый путь тяжелее, а второй путь умный. Поэтому о чем говорил Генри Форд? Много лет назад это очень применимо к нашему бизнесу, очень применимо к нашему виду деятельности. Мышление инвестора не требуется на обычной работе. Почему на обычной работе от вас не требуется мышление инвестора, либо мышление лидера, либо мышление богатого человека? На обычной работе не требуется. Потому что на самом деле на обычной работе нужен простой человек, который будет выполнять ту рутинную работу и получать ровно ограниченное количество денег за ту работу, которую он получает. Все. Книга называется «Моя жизнь, мои достижения». Генри Форд. А в нашем проекте, в нашем проекте, да, вот люди приходят в наш проект и со временем начинают менять не только, да, вот меняется доход, это уже результат, это следствие того, что он поменял свое мышление. То есть, когда человек начинает менять свое мышление, тогда только начинает меняться его доход. Это очень-очень сильно взаимосвязанные вещи. И вы должны понимать, когда вы придете работать в наш проект, да в любой бизнес, не поменяв свое мышление и не поменяв себя, то ваш доход останется таким же. Поэтому это, да, это вещи, которые очень сильно связаны. Я говорю, да, это вот первая причина, когда люди не достигают результата, это причина в том, что они не меняют свое мышление. И на самом деле в нашем проекте, я чуть дальше вам покажу, что люди не только растут финансово, да, люди развиваются личностно. Да, смотрите, давайте пройдемся по критериям. Вот смотрите, есть определенные критерии, да, образование, зарплата, рабочий график, свободное время, отпуск. Это такие критерии я взяла, которые важны для человека, да, отдых, свободные деньги, возможности для деток, да. И давайте сравним вот обычную работу и давайте сравним вот просто наш проект экспресс-карьера. Мне есть чем сравнивать, я уже могу, в принципе, вот эти критерии спокойно, да, здесь написать, потому что я полагаюсь на то, что я, да, что я могу проанализировать за эти два года. Ну, и в принципе, что могу вообще проанализировать за свою рабочую деятельность трудовую, да. Давайте посмотрим образование. Образование на обычной работе от 4 до 5 лет. Мы с вами тратим на образование, чтобы потом пойти на обычную работу. На самом деле учимся для чего? Чтобы пойти потом на обычную работу. Смотрите, 4-5 лет уходит на образование. В нашем проекте в экспресс-карьере за один год человек получает такие навыки, которые он не получает ни в одном вузе. На самом деле вы получаете такие навыки, которых не даст ни один институт, ни один университет, ни одно образовательное заведение. Понимаете? То есть, теперь сравните, один год, либо 5 лет тратить своей жизни. Это же все ваша жизнь. Это не чья-то, не дядя на стороне. Это ваша жизнь. 10 лет пройдут, и вы не заметите. Смотрите, зарплата. Зарплата на Украине, я вам показывала. 4 тысячи гривен. В среднем это 20 тысяч рублей. Я думаю, что в России тоже средняя зарплата приблизительно 20 тысяч рублей, не больше. Я смотрела, что компания «Магнит» заместителю директора платит в Москве 25 тысяч рублей. Заместителю директора магазина «Магнит». То есть, это последняя вакансия на ресурсе «Хэдхантер». Поэтому в среднем я поставила, что 20 тысяч рублей – это средняя зарплата по России. 4 тысячи гривен, да. Ровно через один год. В нашем проекте «Экспресс-карьера» зарплата минимум 7500 гривен. Минимум. Через один год уже. Минимум 7500. Так какая разница, если вы, не задумываясь, тратите свои 4 года, сливаете где-то в каком-то институте, потом на какого-то работодателя, то какая сложность у человека потратить для себя любимого 1 год жизни для того, чтобы получать как минимум в 2 раза больше, чем на обычной работе? Опять же, да, есть о чем задуматься. Рабочий график. Рабочий график. Ну, стандартная работа с 9 до 18. Я пишу с 9 до 18, но на самом деле здесь еще можно добавить 2 часа в среднем. Человек тратит на время, на дорогу, с работы и на работу. В среднем уходит 2 часа. Это средняя статистика данных. Поэтому смотрите, рабочий график с 9 до 18 плюс еще 2 часа в среднем уходит на дорогу. Это с 9 до 20 часов, 20.00 вечера, в принципе, вы себе не принадлежите. Вы принадлежите работодателю и тому транспортному средству, которое вас довозит на работу и с работы. В нашем проекте мы работаем в то время, когда нам удобно. То есть мы можем работать кому комфортно ночью, кому комфортно утром, кому комфортно в обед, кому комфортно днем. То есть мы сами простраиваем свой рабочий график. Свободное время. Свободное время у человека, который работает на кого-то, является суббота и воскресенье. Все остальное время у человека несвободное. То есть только суббота и воскресенье человек может принадлежать себе. То есть только лишь суббота и воскресенье вы можете вообще уехать из своего города, ни перед кем не отчитываясь. В понедельник же вы не уедете из своего города к себе, например, на дачу, либо вам захотелось улететь куда-то, сесть на самолет и улететь в Таиланд, например, да? И вы решили в понедельник улететь в Таиланд. Звоните своему боссу и говорите, я на работу сегодня не прийду, я улетаю в Таиланд, да? Поэтому, смотрите, свободное время, суббота, воскресенье. У простого человека есть суббота и воскресенье, только лишь то время, которое принадлежит ему и его семье. В нашем проекте, в свободное время, мы, в принципе, мы сами распоряжаемся тем, что мы, ну, своим временем мы сами распоряжаемся. То есть, когда наше время свободное, когда нам работать, когда нам отдыхать, мы сами этим всем распоряжаемся. Отпуск. Смотрите, нет, первый год зарплата будет. Отпуск раз в год, когда отпустят. То есть, на простой работе вы имеете какой отпуск? Вы имеете отпуск раз в год, когда вас отпустит работодатель. Ну, в любом случае, сами в отпуск, если вы уедете, скажете своему боссу, что вы так хотите, то шансов вернуться уже на эту работу у вас не будет, потому что ваш работодатель просто вас уволит. Да? В нашем проекте, в нашем проекте мы сами выбираем, когда у нас отпуск. То есть, когда мы хотим, тогда мы себе и устраиваем отпуск. Место отдыха. Вот тоже очень, очень такой важный пункт. Место отдыха. Где вы отдыхаете? Обычно люди отдыхают там, на что хватает денег. Только лишь на что хватает денег, там люди отдыхают. В нашем проекте люди отдыхают только там, где они хотят, потому что денег им на это хватает. Вот видите, как очень сильно отличается. Опять же, свободные деньги. У человека, который ходит на обычную работу, есть ли свободные деньги у человека, который ходит на обычную работу? Как вы считаете, есть ли свободные деньги? Свободные деньги это где-то там, я не знаю, 10 тысяч долларов лежащих, на которые вы можете просто тупо сесть куда-то, улететь и потратить на себя, как захотите. Нету, да? Потому что все расписано от зарплаты до зарплаты. В нашем проекте свободные деньги есть, потому что 100 тысяч рублей это не предел, и есть доходы повыше, и есть зарплаты побольше, поэтому всех денег, скажем так, создается вот этот пассив, который можно инвестировать. И поэтому в нашем проекте свободные деньги есть у человека, всегда. Опять же, какие возможности вы передаете детям? Давайте поговорим. На простой обычной работе, какие возможности вы передаете своим детям? Никто ничего не передает на простой работе. Никаких. Но какие возможности вы можете передать, да? Если вы работаете в продавцовом магазине, магазин не ваш. По наследству магазин вы этот не передадите никому. Да? Ну, то есть, что вы передадите своим детям? Только лишь передадите образец подражания, да? Как нужно работать? Все, больше ничего. То есть, передадите модель, модель жизни, модель успешности. Больше ничего. В нашем проекте что мы передаем нашим детям? Нашим детям, во-первых, и все, что мы делаем, весь наш бизнес передается по наследству. Весь наш бизнес, который мы с вами ведем, вся эта работа, которую мы с вами ведем, все это передается по наследству нашим детям. То есть, представьте себе, если вы вышли на звание, например, бриллиантовый директор, разрабатываете себе 10 тысяч долларов, вы дальше решили не работать. Проживаете счастливо свои 100 лет, принимаете решение дальше не жить, да? Потому что только в таком проекте можно до 100 лет дожить, потому что счастлив, доволен и живешь так, как тебе хочется. И вот все, что вы заработали, дальше получают ваши дети. Я не знаю, где еще такое есть. Я не знаю ни одного работодателя, который скажет, что работаю у меня до конца жизни, и я свой магазин отдам вашему ребенку, да? Ну, нету такого. Это абсурд. Поэтому, кроме того, что тот бизнес, который вы ведете в нашем проекте, передается по наследству, кроме этого всего, вы еще детям передаете опыт. Какой опыт? Давайте посмотрим, какой опыт вы передаете своим детям. В нашем проекте все люди становятся очень успешными. Почему успешными? Потому что растут личностно, развиваются и достигают многих-многих-многих. Вот я в конце вебинара сделаю вам трансляцию экрана, трансляцию монитора, и покажу фотографии людей, которые пришли в проект. Какие они были до проекта, какие они стали после проекта. И как поменялся их стиль жизни. И на самом деле, да, вот то, какими вас видят ваши дети, такую картину мира вы им и закладываете. То есть, если вы сейчас неуспешный, неудачник, да, то ваши дети такую же модель жизни к себе возьмут на вооружение. То есть, дети делают ровно то, что они видят. Как бы вы их ни учили, они будут повторять своих родителей. Поэтому, кроме того, что наш бизнес передается по наследству, мы еще по наследству передаем опыт. Опыт успешных людей. И это очень важно. И это очень важно. Кроме этого всего, что я вам перечислила. Я не знаю, как для вас, но для меня это очень важно. На самом деле, я хочу вам сказать, да, почему опыт успешных людей. Потому что на самом деле, да, видение мира, картину мира, возможности, вот эти вот стереотипы, это все, вот как вы мыслите, если вы не меняетесь, все то же самое вы передаете своим деткам. То же самое вы им транслируете. Поэтому потом говорить, почему ваши дети не успешны, нужно смотреть в первую очередь на родителей. И я вам хочу сказать, что, да, до проекта, вот если опираться только на себя, да, вот то, что я лично, как спикер, который перед вами, да, чего лично я достигла, и что изменилось у меня, то я могу вам сказать, что честно, например, у меня был огромный страх сцены, я боялась выходить на сцену и работать перед большой аудиторией людей. На самом деле, работая в этом проекте, вот этот страх и вот эту вот, да, неуверенность в себе, я просто поборола и приобрела такой навык, и приобрела такой опыт. И на сегодняшний день мне уже не страшно выйти на сцену и там вести обучение для людей, там, для пяти, не важно, сколько, пять тысяч людей будет сидеть, пять человек, либо пять тысяч человек, для меня это уже не важно, понимаете? То есть вот этого уже, этой преграды уже нету. Поэтому очень важно то, чему еще мы учимся в этом проекте. Потому что я еще раз хочу вам сказать, чтобы вы запомнили на всю свою жизнь, что на самом деле ваш доход, это ровно, вы на сегодня получаете ровно столько, сколько вы стоите. Просто вы больше не стоите, понимаете? Ваши навыки, ваше, все, что вы умеете делать, оно больше не оценивается. Вам необходимо самому измениться, самому стать личностью и расти профессионально, только тогда будет увеличиваться ваш доход. И все это возможно с нашей компанией, и все это возможно в нашем проекте. Но не знаю, дадут ли вам ваши работодатели такие возможности, я еще раз хочу показать, да, вот кого-то интересовал вопрос, первый год будет ли зарплата. Я показываю вам еще раз свою зарплату. Обратите внимание, что зарплата была, начиналась и 7 тысяч гривен, и 5 тысяч гривен, и 9 тысяч гривен, да, и вот уже в, это в 2013 году была, была зарплата там, там, 5 тысяч, 7 тысяч, 6 тысяч, 5 тысяч, да, это 2013 год. Хотя я в проект пришла в конце, в ноябре 2012 года, то есть работать я начала в январе 2013. И вот в 2013 год у меня зарплата от 5 до 7 до 9, вот такая вот зарплата была, да, то есть я ее показываю, то есть смотрите, да, не факт, что она отличается от той зарплаты, которую платят работодатели, но зато через год моя зарплата увеличилась как снежный ком, и она началась уже 33 тысячи, 14, 25, 13, 22, 60, 18, 25, то есть видите, то есть в 3 раза практически цифры увеличились за 1 год. И это все реально. Зарплата есть всегда, все зависит от того, что вы делаете и как вы делаете. Но в любом случае первое время, первый там месяц, 2, 3, вам необходимо, конечно же, вам это время необходимо для того, чтобы научиться всему в нашем проекте. Опять же, давайте подойдем, почему именно компания Reflame? Почему именно компания Reflame была выбрана нами и вот основателем проекта Анной Черной, почему была выбрана именно компания Reflame? Есть многие факторы, которые влияют на то, с кем вести бизнес, с кем работать в партнерстве. Вы же не будете работать, вы же не возьмете к себе бизнес с партнером, в партнеры человека, который, например, алкоголик, или который, например, неблагоприятный, или который, например, не ценит себя, свою семью и так далее, по каким-то принципам. То же самое на определенных принципах строился выбор, когда Анна выбирала, с кем начинать вот это вот партнерство. Да, ошибка. Компании 48 лет, я извиняюсь. Я уже пишу 45 везде, у меня уже цифра эта засела. Когда я пришла, было 45 лет компании, 46. Поэтому, на самом деле, вот эти критерии очень важны. Какой критерий? Это легальный и прозрачный бизнес. Это, во-первых, я вам показала вот эти скрины своих доходов. Вы видите, что компания платит только официально. Мы открываем ИП, индивидуальное предпринимательство. Почему? Потому что компания работает только официально, только официальную зарплату. Никаких черных налов, никаких выводов на карточку, никаких выводов на вебмани или еще что-то. Нету. Но, с другой стороны, нету возможности кидалово, как я говорю. Когда вы работаете с кем-то, кто вам выводит деньги на какой-то вебмани, где есть вообще гарантии, что они вам эти деньги выведут туда. Понимаете, о чем я говорю? Опять же, 48 лет компания работает. 48 лет в 68 странах мира. И все говорят, фу, компания Reflame. Фу-фу-фу. Но я не понимаю, почему фу-фу-фу. Ну, потому что на самом деле 68 стран и 48 лет это говорит лишь о одном, что у руля компании стоят действительно такие лидеры, которые эту компанию ведут правильным путем. Покажите мне хоть одну компанию в России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси, не знаю где, которая будет 48 лет работать, выплачивать зарплаты вовремя всем своим, да, людям, развиваться, расти, развивать рынки сбыта. Покажите мне такую компанию, которая столько лет завоюет 68 стран. И если вы говорите, что компания Reflame Фу, то это только лишь ваша точка зрения, потому что цифры и показатели компании говорят совсем о другом. Если бы на самом деле для всех эта компания была, как все говорят, то она бы не присутствовала в 68 стран, она бы была в 2-3 странах. И 48 лет она бы не продержалась, потому что есть спрос на самом деле. Еще очень важный фактор, что у нас нет финансовых вложений. В отличие от других MLM-компаний, У нас нет финансовых вложений, которые требуются на входе. А те покупки, которые мы делаем, я не считаю финансовым вложением. То есть купить зубную пасту, либо купить мыло. Вы же не считаете для себя это финансовым вложением. Или вы идете себе и покупаете туалетную бумагу домой, да? Вы считаете это финансовым вложением, вы купили туалетную бумагу. Но пойдите ее продайте, если вы считаете, что это финансовое вложение. Заработайте на ней. Если вы считаете, что это финансовое вложение. Если вы считаете кусок мыла финансовым вложением. Еще раз, если вот эти покупки, которые мы делаем, меняем магазин простой на наш интернет-магазин, вы считаете финансовыми вложениями, то я хочу вам сказать, что это мышление человека, которое необходимо менять. Попробуйте вот эти вложения пойти перепродать и заработать. Тогда, если перепродадите и заработаете, тогда будете говорить, что да, это вложение, потому что это вложение принесло мне эти деньги. А на самом деле вы этот кусок мыла берете и пользуетесь им. Туалетную бумагу берете и пользуетесь ею. Или там зубную пасту берете и чистите зубы. Но это же не вложение. Вы же не считаете это финансовым вложением. Тогда, если так рассуждать, что тогда и хлеб тоже будет финансовым вложением. Но на самом деле финансовых вложений в нашем проекте нет. Косметика и средства гигиены, которые производит компания, на самом деле очень высокого качества и по доступным ценам. Почему я так говорю? Потому что если вы возьмете цену компании, продукцию компании и пойдете поставить ее продавать, например, в сеть магазинов, то все эти накрутки, налоги, зарплаты и все расходы, которые несут магазины, лягут на себестоимость этой косметики и этой продукции, которую выпускает компания Reflame. И тогда цена в магазинах вообще будет заоблачная. Тогда возникает вопрос, какого же качества продукция лежит у нас с вами на тех полках магазинов, которые мы покупаем вообще по очень-очень дешевой цене. И если оттуда вычесть все затраты, все, что вложится на себестоимость продукции, задумайтесь. Опять же, идет трудовой стаж. На самом деле это да. Почему идет трудовой стаж? Стаж я вам показала, потому что есть отчисления в пенсионный фонд. Многие считают, что идет трудовой стаж, если есть записи в трудовой книжке. Но хочу вам сказать, что трудовая книжка на сегодняшний день, это уже прошлый век. Как телефон. В прошлом веке телефонов не было, мобильных. То же самое, трудовая ваша книжка на сегодняшний день, она вообще не несет никакой информативности для получения пенсии. Информативностью для получения пенсии является отчисление на ваш индивидуальный номер в пенсионный фонд. Это единственный критерий, по которым человек получает потом пенсию. Опять же, очень важный фактор. 17 зарплат в год. Я не знаю работодателя, который будет платить вместо 12 зарплат в год. 17. 17 зарплат в год. Стаж тоже не влияет. Если, например, я работаю... Вот смотрите, у меня свекров проработала 20 лет в госстандарте. У нее пенсия 1200 гривен, как и у всех. Кто-то проработал 20 лет, например, моя тетя проработала 20 лет в рентген-кабинете. То есть там, где идут вредные излучения. У нее такая же самая пенсия. То есть стаж сегодня вообще ни на что не влияет. Влияет только лишь размер пенсионных отчислений. Чем больше за себя я плачу пенсионный фонд, тем больше дальше моя пенсия. Но я лично за себя плачу минимальное отчисление в пенсионный фонд. Почему? Потому что я уже четко понимаю, что мне это не нужно. Потому что я не собираюсь жить на одну пенсию. Я собираюсь жить на тот доход, который я зарабатываю вместе с компанией. И я четко понимаю, что вместе с компанией я заработаю гораздо больше, чем я даже буду создавать себе этот пенсионный фонд, работать на кого-то или еще что-то. То есть вот эта система пенсионных фондов на самом деле это ловушка. Ловушка для массы, для массы людей. Потому что она не дает вам никаких гарантий и не обеспечит вас в будущем. При вот такой инфляции, как сейчас, пенсии наших с вами родителей, если они раньше были 200-300 долларов, то сейчас они стали 20 долларов. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому пенсионный фонд это, я не знаю, это мыльный пузырь. По большому счету пенсионный фонд это пирамида. Вы за свои деньги, вы работаете, спонсируете пенсионный фонд, спонсируете государство, которое потом ваши вложенные деньги, ваши инвестиции возвращает вам в копеечном виде и то 40%. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому просто люди об этом не задумываются, что такое пенсионный фонд. Это мыльный пузырь, это та же самая пирамида. МММ и Леня Голубков. Вот можно назвать пенсионный фонд любой страны на самом деле. Что у нас? 17 зарплат в году плюс премия. Премии вы видели, да, размеры вот этих на фотографиях, я вам показывала, размеры чеков, картинки, да, вот вы видели, что каждый человек держит чек, там, 1000 долларов, 2000 долларов. Рекомендую, вот кто серьезно пришел, кто настроился, изучить маркетинг план. Посмотрите, какие доходы и какие премии. Ни один работодатель не заплатит вам никогда в жизни вот такой премии, честно вам скажу. Потом, что еще? Доход на личный счет каждые 3 недели. Каждые 3 недели у вас на ваш расчетный счет ложится ваша зарплата. Ну, я не знаю, классно это, я считаю, что это классно. Плюс путешествие с компанией, плюс бизнес передается по наследству. Вот такие вот критерии, почему компания Reflame. Я считаю, что это очень важно. Я еще в конце вам покажу, как компания Reflame вообще ценит своих сотрудников. А вы мне потом покажете, ценят ли вас ваши работодатели так же, как компания Reflame ценит своих сотрудников. И что же такое Reflame 21 века? Смотрите, бизнес полностью помещается в ноутбуке. Ваше рабочее место в любое место, где вам комфортно работать, там и работаете. Ваш бизнес, это не только тот город, в котором вы живете. Это весь мир, все те страны, с которыми мы работаем с вами. И наша система позволяет дистанционно все это делать, дистанционно управлять своим бизнесом, дистанционно обучаться, дистанционно работать со своей командой, где бы вы ни находились. Да, вот еду я в командировку, села в отеле, провожу для вас вебинар. Есть Wi-Fi, есть, да, я совмещаю. Очень классно и комфортно, где бы я ни находилась. То есть у меня нет цели быть привязанной к одному какому-то там месту, городу и так далее. А в чем же суть работы? Давайте еще раз подошли к самому главному. В чем же заключается суть работы? Как здесь зарабатываются деньги? Суть работы в нашей компании, как любая суть любого бизнеса, то есть создать товарооборот. То есть в любом бизнесе создается товарооборот через продвижение товаров либо услуг. И чем больше товаров или услуг будет пользоваться спросом, у большого количества людей, тем больше будет ваша прибыль. А по тем критериям, которые я вам показала, 68 стран, 48 лет, как вы считаете, спросом пользуется продукция компании? Конечно, пользуются. Если бы не было столько стран, если бы не было 48 лет, представьте себя на месте основателя компании. Вы бы 48 лет продавали продукт, который не пользуется спросом. Да вы бы замахались его втюхивать, честно вам скажу. Вы бы просто его не продавали. 48 лет, честно. Да вы 2-3 года бы продавали, вы сказали, так, это не пользуется спросом, я трачу свою жизнь зря. И ушли бы, честно вам говорю. А здесь компания, 48 лет, это говорит о том, что продукт на самом деле пользуется спросом. А то, что мы с вами думаем, это лишь только лишь наша, не профессиональная, а потребительская точка зрения. Понимаете? А опять же, наши точки зрения еще зависят от того, в каком мы с вами настроении, какая у нас, какая у нас жизненная ситуация, сколько денег у нас в кармане и вообще и так далее, и так далее, и так далее, да? Поэтому, то, что мы с вами думаем, это не факт, что так есть на самом деле. Что такое товарооборот? Товарооборот – это объем купленных и проданных товаров. Я думаю, что это все, это коротко и понятно. И какая же наша с вами основная задача? Вот, да, для новичков, чтобы было понятно, наша с вами основная задача это создание клиентской базы вот в этот наш с вами интернет-магазин. Из этого товарооборота, этой клиентской базы мы получаем свои деньги, свои зарплаты. То есть, грубо говоря, мы рекламируем, раскручиваем, продвигаем в интернете, привлекаем клиентуру в интернете, в интернет-магазин Арифлейм, чтобы было вам понятно, да, то есть, что мы делаем? Мы создаем клиентскую базу через продвижение, через рекламу, через привлечение людей. Вот таким образом и люди делают покупки, и мы получаем свои зарплаты. То есть, мы получаем, как любые менеджеры с продаж, как любые бухгалтера, да, которые делают свою зарплату, работу, да. Бухгалтер тоже, ведь на самом деле, если вы думаете, что бухгалтер ничего не продает, бухгалтер тоже продает. Бухгалтер тоже продает свою компанию. От того, какой бухгалтер в компании, зависит то, будут ли другие компании с вами работать. Понимаете, как быстро он обслуживает клиента, как быстро он выпишет расходные накладные, как быстро он сделает всю свою работу, тоже зависит. Поэтому бухгалтер – это тоже самый первый продажник компании, честно вам скажу. Поэтому вот наша с вами задача – это создание клиентской базы через интернет. Вот чтобы было просто, чтобы вы не путались. Все остальное – работу, доставку товара, бухгалтерию, ответственность за продукцию – все это делает компания. А мы с вами только оказываем рекламные информационные услуги. Управляем нашим персоналом, который привлекаем, создаем клиентскую базу. Если мы это не умеем делать, то мы это учимся. Вот смотрите, какие навыки мы приобретаем. Мы первый навык – оказываем рекламные информационные услуги. Не знаю, ни один вуз, который научит правильно это делать, с учетом того, что стремительно развиваются онлайн-интернет-технологии. Да вузы даже только в этом году, например, или в прошлом году начали преподавать, что такое правильный маркетинг. Понимаете, да? Что мы делаем? Оказываем рекламные информационные услуги. Управляем персоналом. Где вас еще научат управлять персоналом? Да? Создаем клиентскую базу. На сегодняшний день люди, которые умеют создавать клиентскую базу, на рынке труда стоят очень дорого. Очень. Да? Что еще делаем? Продвигаем интернет-магазин. Покажите мне человека, который вышел с института, который умеет продвигать интернет-магазины. А мы умеем, да? У нас в проекте есть женщины, которым 60 лет, есть женщины, которым 50 лет, есть 14-летние в проект приходят. И они это учатся делать. Например, у меня сыну 14 лет. Он 16 лет уже будет уметь делать то, что многие только пойдут учиться делать в институт. Понимаете, о чем я говорю? То есть те наши действия, которые мы с вами делаем ежедневно, дают нам такой колоссальный опыт, такие навыки, которые потом будут очень высоко цениться. Кроме того, мы с вами, как владельцы вот этого интернет-магазина, мы с вами имеем колоссальную возможность пользоваться продукцией этого магазина и иметь скидки, начиная от 20, здесь написано 18, но на самом деле уже со следующего каталога. Даже в России скидки будут начинаться от 20, но в принципе при распродажах скидки достигают даже 70-80% от розничной цены. То есть вы, как владельцы этого интернет-магазина, да, сейчас объясню, как владельцы этого интернет-магазина, вы имеете такую возможность покупать ту же самую зубную пасту, которую вы покупаете в магазине, только со скидкой от 20 до 70%. Я считаю, что это вообще очень интересно. Смотрите, что значит свой интернет-магазин, как он появляется после регистрации. Аннипа, вот у вас есть ваш номер консультанта и пароль от входа на сайт. Вот этот вот ваш сайт и есть ваш интернет-магазин. Есть ваш интернет-магазин. И все люди, которых вы будете привлекать, они будут вашим интернетом, у них будут такие же интернет-магазины, да, и они будут тоже делать покупки. И все эти покупки будут отображаться в вашем рабочем кабинете, на вашем сайте Reflame. Все, что люди покупают, которых вы пригласили, они будут иметь точно такой же свой онлайн-кабинет. И все эти покупки, которые они делают, отображаются у вас. И компания начисляет вам проценты от тех покупок, которые совершают люди, которых вы привлекли через интернет. Напишите мне, пожалуйста, я ответила на ваш вопрос, или если есть вопрос, запишите, я еще дальше отвечу. Мне очень важно, чтобы вообще вы поняли суть работы, потому что люди приходят, знаете, там, посмотрят первый вебинар, опускают руки, не поняли суть, да, либо сложно, либо боятся задать вопрос. Лучше задайте вопрос, пусть он будет, как бы, да, глупым на сегодняшний день, да, как, а потом, ну, главное получить ответ. Да, они будут покупать, они, нет, они будут покупать у компании, они будут покупать у компании. Покупки они будут делать у компании, но это будет отображаться в вашем интернет-магазине, под вашим номером консультанта. Все, кто под вами подписан, делают покупки у компании в той стране, например, вы, они, находитесь, например, в России, да, например, вы находитесь в России, в городе Тула. А у вас человек пришел из Казахстана, вы его зарегистрировали к себе веточку в Казахстан, открыли себе, но потом это спонсор вас все научит. И человек в Казахстане приобретает продукцию. Вот в вашем кабинете рабочем отображается все, кто у вас делает покупки, на какие суммы, на какие баллы, бонусы и сколько вам за это начислено денег. Но они покупают в Казахстане, вы к этому не имеете, ну то есть вы никакую работу не делаете. Обслуживание и покупки и доставку товара делает уже компания, все делает компания. Но покупать, они же подписаны под вами, поэтому отчетность, все отчеты будут идти на ваш номер консультанта. То есть все, что под вами, будете видеть вы в своем рабочем кабинете. Не знаю, ответила ли я вам, понятно. Да, смотрите, что еще. Вся работа у нас ведется только онлайн. Кому удобно работать офлайн и приглашать своих родных и близких, да, не просто через интернет? Ради бога, это только-только-только приветствуется. Чем больше клиентов вы привлечете в свой интернет-магазин, тем больше доход будет у вас. Как можно организовать свой товарооборот в бизнесе, да? Можно продавать самому. Есть такой способ, который в принципе, по которому в принципе и работают многие, да, многие консультанты, которые приходят, они продают сами. Но в этом есть какое-то такое ограничение, да. Это неплохо, это хорошо. Люди, которые умеют продавать, это очень классно, я считаю, да. Если вы умеете продавать, это только-только плюс. Но самый лучший способ, это пригласить 10 человек, которые станут клиентами интернет-магазина. Тогда в этом случае, да, вот соизмерьте, либо вы, один человек продает этим 10, либо эти 10 человек идут и дальше уже, да, привлекают в ваш интернет-магазин еще больше людей. Вот второй способ, второй способ мы с вами используем. То есть мы используем именно второй способ, чтобы легче было понять суть работы. Весь доход от, да, от продажи, например, зубной пасты, мыла, шампуня, средств гигиены, да, весь доход в магазине простом получает владелец этого магазина. А в нашем случае весь доход, например, мой личный доход зависит от товарооборота, который создаю я. Да, я, во-первых, сама являюсь покупателем средств личной гигиены, да, там, аксессуары, косметика, зубная паста, шампуни, гели. Я являюсь потребителем, да, и те люди, которые приходят ко мне в наш проект, да, они тоже являются потребителями той же самой продукции. Зубной пасты, дезодоранта, мыла. Но согласитесь, каждый покупает себе домой зубную пасту, мыло и дезодорант. Каждый, да. Вопрос, где они покупают. Либо они покупают в обычном магазине и приносят доход кому-то, либо они покупают в своем, в вашем интернет-магазине и доход получаете вы. Вот, вот все, больше никакой разницы. А, Нипа, вот где взять ссылку для регистрации новичков, это вам нужно, чтобы тот человек, который вас в проект пригласил, есть же у вас в скайпе спонсор ваш, да, тот человек, который вас пригласил в проект, я думаю, что он должен быть у вас в скайпе. Обратитесь к нему, потому что у каждого лидера есть своя ссылка для регистрации новичков. Для того, чтобы он помог и объяснил вам, да, как сделать эту ссылочку, как получить эту ссылочку. И он вам даст эту ссылку и объяснит принцип работы. Опять же, у нас, я сейчас расскажу, да, на чем строятся наши основные действия. Для того, чтобы достичь успеха, нужно что делать? Первое, нужно обучаться. Очень важно проходить обучение. Почему важно? Потому что вот такие вот вопросы, которые вот, как они позадают, да, и люди задают, это правильные вопросы. Но, чтобы быстрее вам получить ответы, необходимо посещать вебинары. Информацию о том, какие вебинары, во сколько эти вебинары проходят, вы получаете по электронной почте. Поэтому очень важно контролировать вашу электронную почту. Смотрите, иногда письма попадают в папки спам. Просто заходите в папочку спам и проверяете, не попало ли туда письмо. Очень важно, наблюдайте. Письма о том, что вебинары, с расписания вебинаров приходят и отправляются каждый день. Потом, важный пункт, это рекрутирование. В принципе, это сама работа в интернете, уже мы называем рекрутированием. Привлечение потенциальных ваших кандидатов, да, это называется рекрутирование. И третий важный пункт, это потребление с выгодой. То есть, вы являетесь потребителем, то есть, ваше потребление с выгодой тех продуктов, которые производит сама компания. Все, вот эти три важных пункта соблюдать. Если человек соблюдает три важных пункта, первое – обучение, второе – рекрутирование и потребление, да, все, здесь, дальше, ну, это работает, как вам сказать, это очень легко работает. Почему? Потому что человек сам научился, да, умеет рекрутировать, знает продукцию. Он может легко поделиться этой информацией с теми людьми, которые приходят к нему в команду, которые становятся потребителями, либо приходят к нему на работу, понимаете, в его интернет-магазин. Поэтому очень важно вот эти три пункта соблюдать. Кто вам будет помогать? Компания-производитель вам и нам с вами помогает. На самом деле, компания-производитель предоставляет нам с вами ресурсы. А какие же ресурсы она предоставляет? Первое – предоставляет сайт. Вот обратите внимание, сайт, вы видите, в каждой стране, на языке этой страны, везде есть сайт. Все сайты идентичны. Логистику, доставку товара тоже обеспечивает компания. Бухгалтерский учет все-все-все обеспечивает компания. Ответственность за качество продукта тоже обеспечивает компания. Любой продукт, если вы получили где-то что-то, вам не понравилось, вы можете его обменять. То есть обмен существует. Опять же, компания стимулирует развитие акций, рекламную поддержку, стимулирует бонусы и так далее. Все это стимулирует компания. От спонсора и команды вы тоже будете получать помощь. Почему я говорю, что очень важно, чтобы вы находились в скайпе со своим спонсором? Потому что через работу в скайпе вы будете получать помощь от спонсоров. В любом случае, всегда у вас будут возникать вопросы. Всегда. И куда вы будете идти? На страничку в Однокласснике, либо ВКонтакте, писать своему спонсору, а может быть он нет. Но спонсор всегда находится в скайпе, поэтому старайтесь всегда, не бойтесь находиться в скайпе с вашим спонсором. Почему? Потому что в любой момент вы получите ответ на тот вопрос, который у вас стоит. Поэтому не бойтесь находиться в скайпе с вашей командой. Будет помогать вам спонсор, будет помогать вам команда. В чем помогает? Помогает в построении структуры, помогает в структуру кандидатов и людей, потребителей. Это тоже помогает вам спонсор. И он, кроме того, что он учит вас, он еще и помогает вам строить вашу структуру. С вашими новичками, опять же, будет работать спонсор. Почему? Потому что на сегодняшний день, пока вы не станете профессионалом, всю работу за вас делает спонсор. Вот вы работаете с новичками. Ваша задача обучиться и самому научиться работать с людьми. И опять же, спонсор помогает вам и обеспечивает всей системой работы. Вот в принципе, кто вам будет помогать. Что вы получите в результате? Ну, как я вам показала, на что вы можете рассчитывать, да? Вы можете рассчитывать на то, что у вас будет постоянно растущий доход. Подарки от компании? Однозначно можете рассчитывать. Путешествия в теплые страны два раза в год и выше? Однозначно от компании. Признание в компании партнеров и ваших родных и близких? Тоже получите. А признание я сейчас в конце вебинара вам покажу. И также получите работу в сплоченной и дружной команде. Это однозначно те гарантии, что вы получите в результате работы в нашем проекте. Это те такие пункты важные, которые, скажем так, важны для нас. И вы их, в принципе, получите в результате работы. Что вам необходимо делать сейчас? Прямо вот если есть новички, что необходимо делать прямо сейчас? Очень важно наладить связь со своим спонсором. Человек, который пригласил вас в проект, он и является вашим спонсором. Поэтому очень важно с ним наладить связь. Опять же, с помощью спонсора вам необходимо активировать свой личный кабинет, разместив свой любой заказ, опять же, в этом же личном кабинете. На любую сумму нету обязательств никаких. Если вам это комфортно сделать сейчас, то сделайте сейчас. Получите и выполните все первые инструкции, которые даст вам спонсор. Ежедневно выполняйте все действия, которые описаны в этой инструкции. Также старайтесь посещать все вебинары, которые будут проходить по обучению. И поставьте себе цель. Вы поставили себе цель в начале вебинара, когда я задала вопрос, кто для чего пришел. Кто-то свобода, еще что-то, еще что-то. Напишите себе цель, конкретную цель. Выйти на зарплату такую-то, такую-то, в цифрах. Все. Это единственная цель, которая должна вас. И дайте себе 200 дней. Не делать выводы. Смотрите, вы уже столько лет ходите на работу за какую-то копьечную зарплату и не делаете никаких выводов. Поэтому и здесь, в этом проекте. Не делайте никаких быстрых выводов, а просто действуйте, действуйте, действуйте. Почему? Потому что, как я показала вам в первом видео, ребенок тоже ходить не сразу учится. Он пока научится ходить, он 300 раз упадет. Но он же не говорит, что это не мое. Я не буду ходить учиться, потому что это не мое. Поэтому дайте себе 200 дней, не делайте выводы, а просто действуйте, делайте, 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 делайте. А потом смотрите на результат. Это что делать прямо сейчас. В принципе, у меня на сегодня все. Я что хочу вам показать еще. Если есть люди, которых интересует, я сейчас покажу вам видео, как поставлю видео, как наша компания ценит наших сотрудников. И я не знаю, есть ли в вашем опыте, ваши работодатели, есть ли работодатели ваши, которые вас точно так же бы ценили, как ценит нас компания. Я вам покажу видеоролик, который снят недавно. Называется он... Он никак не называется. Это видеоролик о том, как приветствовали Анну Черну на... Не могу, не вставляется видеоролик, не запускается. Я вам сброшу видеоролик вот прямо сюда. Смотрите. Прошла ссылочка? Прошла, да? Возьмите, пройдите по этой ссылочке и посмотрите видеоролик, как руководство компании, какое признание оно делает для своих людей. Посмотрите, я думаю, что у вас мурашки по коже пойдут. Не только мурашки по коже побегут, слоны. Поэтому я думаю, что ни один работодатель так не будет честовать и приветствовать своих сотрудников. У своих спонсоров вы можете... Если нет вопроса, у своих спонсоров вы можете попросить ссылочку, есть ли кого интересует, какие виды доходов существуют в компании, какие доходы уже получают люди. Для того, чтобы, да, посмотрели, обратитесь к спонсору, чтобы спонсор вам показал, какие зарплаты получают наши коллеги. Ольга, я взяла 200 дней, ну просто 200 дней. Ну возьмите себе 153 дня. Если вам 47 дней играет роль, возьмите себе 153 дня. Но это должно быть не один день, не 2 дня, не 2 месяца, не 3 месяца. Понимаете? Например, бизнесмен, который открывает магазин у дома. Например, вы решили открыть магазин у дома, да, продуктовый магазин. Открыли первые 3 месяца у вас выторги, такие, которые не покрывают ваши расходы. Вы что, закроетесь? Или вы дадите себе год для того, чтобы наработать клиентуру? Вы не закроетесь, потому что вы уже вложили кучу денег, да? Вы скажете, нет, я еще постою, этот магазин подержу там. Клиентура нарабатывается не быстро, не так. Открыл магазин и повалили толпы, да? А, либо покупать нужно по потребности. Когда у вас есть потребность в зубной пасте, тогда покупаете. Когда вам есть потребность купить мыло, тогда покупаете. Но с момента регистрации, смотрите, те новички с момента регистрации, которые не сделали заказ в течение трех каталогов, они аннулируются. Поэтому обратите внимание, лучше сделайте заказ какой-то минимальный для себя. Какой хотите, если для вас это накладно, какой хотите. Зубную пасту, зубное мыло, зубную пасту, мыло. Вы же это все равно покупаете в магазине, да? Поэтому купите лучше сейчас для того, чтобы, потому что спонсор работу ведет. Он под вас уже строит структуру. Чтобы не было потом обидно. Девчонки, а что такое 100 тысяч рублей? По большому счету, на самом деле, 100 тысяч рублей – это не такая же большая сумма. Ну, 25 тысяч гривен, вот 100 тысяч рублей, ну, 30 тысяч гривен пусть это сейчас, да? Ваших 100 тысяч рублей. Но это не такая большая сумма, честно. Если взять те расходы, которые необходимы человеку, да, для качественного, качественное питание, да, если питаться, экологически чистые продукты покупать. Не кушать продукты, наполненные синтетиком из магазина, да? Если покупать экопродукцию, если позволять себе уход за собой, если посещать всякие, там, да, оплата. У меня только за школу ребенку в месяц уходит 3 тысячи, плюс тренажерный зал его, плюс плавание, плюс академия, в которой он ходит учиться. Это уже 10 тысяч гривен. А у меня 30 тысяч, да? Вот 10 тысяч просто на ребенка, вот. Поэтому на самом деле ставьте себе цель. Да, для начала 100 тысяч, но на самом деле вы должны понимать, это не предел. Это не предел. Просто мы привыкли жить, для нас это много, потому что мы привыкли жить на копейки. Люди привыкли жить на копейки, жить на те деньги, которые они зарабатывают. Но опять же, это не кто-то виноват, не государство, это мы сами виноваты. Потому что мы ленимся. Мы ленимся сесть разобраться, мы ленимся что-то изменить, мы ленимся, мы боимся выйти из зоны комфорта, выйти из зоны предела. Если доход 0, 100 тысяч, это существенно большая сумма. Это, если доход 0, то, Татьяна, я рекомендую вам сейчас пофотографировать, как вы сейчас живете. И когда вы увидите на 100 тысяч, вы нам в скайп-чатах, в директор скайп-чат, обязательно сбросите фотографию. Как, если еще остались здесь люди, я вам сейчас, интересно вам увидеть, какие были и какие стали наши сотрудники. Интересно? Тот, кто нацелен, да? Тогда сейчас я разверну вам монитор, 2 секунды. Так, монитор. Так, попробую выключиться. Так, начать трансляцию. Показать полный экран. Так, вы видите мой монитор, да? Поставьте плюсики. Вам виден мой монитор, да? Сейчас я перейду к скайпу. И в скайпе покажу вам. Да, видно, да? Теперь я перехожу к свой скайп. Это скайп, который, в принципе, наши командные скайпы. Да, вот чего люди боятся в скайп добавляться, я не знаю. Смотрите, что мы видим в скайпе. Скайп это вот такие чаты, где мы, в принципе, общаемся. Я вам сейчас покажу фотографии наших, вот, зайду в директорский чат и пролистаю здесь и покажу фотографии людей, фотографии людей, которые, как они пришли до проекта и какие они стали сейчас, если кому-то интересно. А, кстати, вот кто-то сбросил свой отчет с зарплатой 11 тысяч рублей и 24 тысячи рублей. Практически 26 тысяч рублей зарплата. Видно вам, да? Вот когда я вот таким образом картинку увеличу, напишите, видно вам или нет? Не видно? Тогда сейчас попробую по-другому. Хорошо. А так, видно? Картинки видно? Картинки видно? Отлично. Тогда пойдем по картинкам. Смотрите, да? Наш сотрудник Аня Кулачок. Вы ее будете видеть и слышать на вебинарах не один раз. Это очень наш классный спикер, который обучает работать девчонок с телефонов и с планшетов. Ее фотографии до проекта и ее фотографии после проекта, да? Если вы обратите внимание на вот такие фотографии многих людей, у всех глаза светятся, у всех улыбка, действительно, такая улыбка, сейчас дальше покажу, что когда смотришь на девчонок, заряжаешься, потому что, вот, смотрите, Елена Тузяк. До проекта человек как выглядел, да? И какая она сейчас, работая с проектом, да? Успешный предприниматель, счастливая мама двух малышей. То есть, да, человек, который совмещает и карьеру, и детей с двумя детками, она справляется. Двое деток маленьких и выглядит замечательно, прекрасно. То есть, человек, люди меняются, они становятся, не знаю, светлее. У них улыбка на лице. Покажу дальше. Сейчас выберу фотографии девчонок таких, которых очень сильно видна разница, очень сильно. Вот, смотрите, на Юлечку долговую, да? До проекта и сейчас. То есть, девочки становятся, да? Была специалист налоговой инспекции в декрете, 17 тысяч рублей в месяц у нее были выплаты. Оклад до декрета был 7 тысяч рублей, 7500. А потом после декрета, по уходу за ребенком, 17 тысяч рублей она получает. И вот она из города Орел. Сейчас она старший директор в проекте, индивидуальный предприниматель с доходом от 50 тысяч рублей в месяц. То есть, да, на простой зарплате, на простой работе, на оклад до декрета 7500, да? И сейчас 50. Специалист налоговой. Вот сравните, какая разница. Девчонки все выглядят очень хорошо, становятся ухоженные. Ну, не только девчонки. Здесь у нас есть женщины, которым я 50 лет, но я их называю девчонки, потому что выглядят шикарно. Смотрите, Галина Побережная была простая, обычная домохозяйка до проекта, да? И сейчас уже частный предприниматель, менеджер проекта «Экспресс-карьера». То есть, как человек изменился. О чем это говорит? Это говорит о том, что у людей появляются деньги, появляются возможности ухаживать за собой, появляются возможности выглядеть классно, появляются возможности что-то дать своей семье. Сейчас еще найду девчонок, которая, да, вот, Марина Вавковинская тоже, да, посмотрите, какая стильная, ухоженная женщина стала. То есть, да, и несмотря на это, двое деток, и человек все успевает. Так, я уже увлеклась, вам видно? Видите, да? Так, теперь еще покажу. Сейчас. Очень, ой, вчера весь вечер рассматривала девчонок, такие стали все красивые. Посмотрите, у нас есть Вика Кострикина, да, тоже. Мама в декрите с пособием, у нее было пособие 130 гривен. Вы не представляете, что это такое 130 гривен? Это, наверное, сейчас 2 доллара. Детское пособие в декрите 130 гривен, 2 доллара. И сейчас частный предприниматель с доходом больше 10 тысяч гривен. Посмотрите, до проекта, и посмотрите сейчас. Уверенная, красивая, ухоженная. То есть, ну вообще, смотришь и просто радуюсь за тех коллег, которые приходят в наш проект. И честно, радуюсь, потому что мы тоже вкладываем свои силы, свой труд для того, чтобы эти люди, они тоже большие умницы, они тоже вкладывают свой труд для того, чтобы измениться. Посмотрите, до проекта как выглядели и после проекта. Понятное дело, что деньги, как многие говорят, что деньги не играют роли, но деньги дают большие возможности, да. Деньги дают возможность и жить лучше, и смотреть за собой, и быть ухоженной, и выглядеть хорошо. И если вы видите, что на лицах у этих девчонок, у всех, у всех на лице улыбка. Сейчас еще покажу фотографию. У всех на лице улыбка, да, посмотрите, выглядит. До проекта «Мама в декрете» способен 200 рублей в месяц. И сейчас, через два года, индивидуальный предприниматель, доход 25 тысяч в месяц. Вера Подвесных, это девочка из России наша, тоже наша коллега. Поэтому все в ваших руках. Если сейчас ваш доход на нуле, и вы себе поставили цель что-то изменить, вот Наташа Журова, тоже наш прекрасный спикер, очень большая умница. Очень быстро, за полгода вышло название директора с доходом от 1000 долларов. У нее трое деток. Ничто не помешало человеку, да, даже трое деток, достичь такого результата. Поэтому я рекомендую собрать вам ваши старые фотографии, сфотографировать то, как вы сейчас живете, поставить себе цель. И через год, через год в нашем директорском чате, да, запись будет, я записываю. И через год в нашем директорском чате сбросите фотографию, что изменилось лично у вас. Потому что таких фотографий я могу показывать на самом деле очень-очень много. Поэтому делайте, все у вас получится. Если нет вопросов, я вас отпускаю. У меня на сегодня все. Я желаю вам не опускать руки и дойти к результату.